Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это еженедельный информационный выпуск в обзоре наших авторов. Наши журналисты рассказывают о наиболее актуальных событиях, которые произошли на этой неделе. Вот краткий анонс информационного выпуска. Открытие пляжного сезона. Но готовы ли места отдыха для горожан? На официальных пляжах ведутся проверки водоемов. Круглый стол по Солочи. Вопросы изменения правил землепользования и застройки обсудили чиновники городадминистрации, общественники и местные жители. Книга «Друг» без нее как без рук. Российские библиотекари отметили на неделе свой профессиональный праздник. Ну а теперь обо всем подробнее. До начала пляжного сезона осталось меньше недели. Впрочем, некоторые горожане уже сейчас купаются и загорают в традиционных местах отдыха. Благо, погода позволяет. На необходимость приведения в надлежащий порядок пляжей во вторник на заседание регионального правительства потребовал от глав районов губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Надо сказать, что в нынешнем году число официальных пляжей на территории региона увеличится. Их будет больше 40, 13 из которых новые. В Рязани официальные пляжи будут открыты на Ореховом озере, на двух Барковских карьерах, а также на Лысой горе в Солоче. На этой неделе наши журналисты побывали на Ореховом озере и Барковском карьере. Уже сегодня многие загорают, а некоторые даже не прочь искупаться. Насколько готов пляж к сезону, видно невооруженным глазом. До открытия официального пляжного сезона осталось всего несколько дней. Видимо, еще есть время подготовиться. К официальному открытию готовится пляж на Орешке. Как сообщают чиновники, он отдан для эксплуатации индивидуальному предпринимателю, который будет производить ежедневную уборку пляжа, установит туалеты и пляжное оборудование. Ну, песочку маловато подсыпать бы еще. На четверочку. Нам, в принципе, все устраивает. Ну, на данный момент, я считаю, пляж вообще совершенно не готов к тому, что к эксплуатации, так скажем. Во-первых, спасательной будки нет. Вот. Насколько я знаю, ее здесь и не было, как бы. Это что самое странное. Ну, у нас, как всегда, в Рязани. Как всегда вообще в России. Потом грязно, сено откуда-то здесь. То есть, ну, на самом деле, пляж не предназначен. Это нельзя назвать пляжем. Вообще, в прошлом году было неплохо. Тут раздевалки были, всякие лавочки, магазины, вот что здорово. Главный критерий работы городских пляжей – это безопасность. Для этого на каждом из них в обязательном порядке должны быть спасательные посты, осуществляться лабораторный контроль качества воды, обеспеченное дежурство медицинского персонала и сотрудников полиции. Пока что мы не увидели даже намеков на подготовку. Отсутствие спасательной вышки, мусор, неподготовленные раздевалки. Время, как говорится, еще есть. Правда, погоду в первые дни лета синоптики обещают не совсем пляжную. Официальное открытие пляжного сезона в этом году выпадает на 2 июня. Сейчас на всех городских пляжах контролирующими органами ведется активная проверка. Ведь кроме комфортного досуга, рязанцам необходимо обеспечить еще и безопасность. В городе, как всегда, будут работать 4 пляжа. На озере Ореховом, в Солочи и двух Барковских карьерах. Поскольку теплая погода в нашем регионе установилась совсем недавно, работы по оборудованию пляжей сейчас в самом разгаре. Комиссия сделала ряд замечаний и пришла к единому мнению, что пляж будет готов к эксплуатацию со 2 июня текущего года в соответствии с постановлением администрации города Рязани. До этого времени арендаторам пляжа будут обеспечены все мероприятия и меры по охране жизни людей на водном объекте. Всего в Рязанской области в этом году к 29 уже существующим пляжам будет добавлено еще 13. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют гражданам проводить свой досуг только в проверенных специально оборудованных местах, где установлены спасательные вышки, постоянно дежурят медики и сотрудники полиции. К сожалению, у нас уже есть жертвы. Три человека утонули. Это в Крепивковском районе, в Рязанском районе и в Шацком районе. Основная причина утопления – это купание несанкционированных местах и состояние алкогольного опьянения. Изменения правил землепользования и застройки Солочи на этой неделе обсуждали в городской администрации. Во вторник там прошел круглый стол, на котором чиновники муниципалитета выслушали предложения от общественных активистов, экологов, ученых и жителей Солочи. Среди основных предложений – это, конечно, ограничения застройки природного парка. Начальник управления городостроительства и архитектуры Наталья Харибутова отметила, что решения круглого стола будут учитываться при разработке проекта городостроительных регламентов. Целями круглого стола стало обсуждение градостроительных регламентов в рекреационных зонах Солочи. Дело в том, что по решению советского суда Рязани правила землепользования и застройки Солочи частично отменены. Сейчас, как сообщил заместитель начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений Михаил Мыльников, ведется работа по проверке целевого использования земельных участков на территории природного парка. А в случае выявления нарушений будут проводиться внеплановые проверки. Начальник управления градостроительства и архитектуры Наталья Харибутова отметила, что решения, которые будут выработаны в рамках заседания круглого стола, будут учтены при разработке проекта генерального плана Рязани. На встрече присутствовали и экологи. Они разработали предложение по ограничению этажности капитального строительства в Солочи. Еще они считают, что надо также уменьшить максимальный коэффициент застройки в зонах санаториев и пансионатов. О работе по оформлению городских лесов на территории Солочи рассказала заместитель начальника управления благоустройства города Ольга Свинцова. По ее словам, в рамках программы охраны окружающей среды на территории города Рязани с 2013 года ведется работа по формированию земельных участков, занятых городскими лесами. Сейчас из 17 оформлено, поставлено на кадастровый учет и приняты в муниципальную собственность 14 земельных участков. Остальные находятся в стадии оформления. Заседания круглого стола будут проводиться регулярно. Еще одной проблемой в областном центре можно признать необорудованной должным образом остановки общественного транспорта. Где-то нет высоких бордюров, где-то люди вынуждены выходить прямо на проезжую часть, чтобы сесть в нужный автобус или троллейбус. Проблемных мест еще предостаточно даже в центральной части Рязани. 14 мая в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие, которое потрясло весь город. Ранним утром на улице Новоселов 24-летний рязанец, управляя автомобилем Chevrolet Lachete, не справился с управлением. В результате он совершил касательный наезд на автомобиль Renault Logan, а затем врезался в пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта Шереметьево. В результате аварии пострадали три человека. 62-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте аварии. Двое других пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Причиной трагедии стало то, что горе-водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. После наездных пешеходов водитель совершил столкновение с палаткой, которая расположена на остановке общественного транспорта. Водитель автомобиля Chevrolet Lachete оказался в состоянии алкогольного опьянения. Вся аспекта ДТП в этом случае ясны, как белый день. Пьяный водитель – высокая скорость. Но стоит обратить внимание на еще один нюанс. Бордюр, обозначающий зону остановки транспортных средств, отсутствовал именно на том пятачке, где и произошла трагедия. Если бы оградительные камни были установлены хотя бы на пару метров в сторону, автомобиль просто не смог бы преодолеть это препятствие. Но бордюра там не оказалось. И таких незащищенных зон в нашем городе хватает. Но зачастую пассажиры общественного транспорта сами не соблюдают банальных правил безопасности, предпочитая ожидать свою маршрутку или автобус на проезжей части. Чем при этом руководствуются граждане, вопрос скорее риторический. Пойди пойми русскую душу. Может бояться не успеть? К сожалению, в часы пик на улицах города Рязани на остановках общественного транспорта скапливается достаточно много граждан, которые ждут свой транспорт. И часто многие из них ведут себя, подвергая себе опасность. Они выходят на дорогу, в том числе достаточно далеко, и могут попасть не только под общественный транспорт, а еще и под мимо проезжающий. Хотелось бы таких граждан предостеречь. Еще раз напомнить, что никуда без вас общественный транспорт не уедет. И если вы не сможете войти в этот, войдете в следующий, не стоит подвергать свою жизнь опасности. В общем, от несчастного случая никто не застрахован. И все же во многом наше благополучие зависит от нашего же благоразумия. Важным событием для многих отечественных автомобилистов стало сообщение о запрете компании Росгострах продавать полисы ОСАГО. Но это, разумеется, не единственная тема в нашей рубрике «Экономических новостей». Добрый день! В эфире кратко об основных новостях экономики региона. Центральный банк России 26 мая ограничил действия лицензии ООО «Росгострах» на страхование по ОСАГО. Вызвано такое решение жалобами на навязывание дополнительных услуг, непредоставление скидки за безубыточность и необоснованные отказы в заключении договора. Для устранения нарушений Центральный банк установил срок в 6 месяцев. Рязанские эксперты считают, что работающие в настоящий момент в области страховой компании смогут оказать качественные услуги по выдаче полисов ОСАГО и в случае временного отсутствия Росгостраха. Правда, уже накануне стало известно, что Росгострах сможет обойти ограничения, если сконцентрирует продажу полисов через головную компанию. В Рязани вырос индекс промышленного производства на 1,5%. Об этом информирует Министерство экономического развития и торговли региона. Основное влияние на увеличение показателя оказало химическое производство – оно увеличилось более чем на четверть. Также рост наблюдается в производстве электрооборудования, пищевых продуктов, а также в металлургии. Снижение индекса промышленного производства отмечено в текстильном и швейном производстве, выработке кожи, а также резиновых и пластмассовых изделий. Рязанская область заняла третье место в рейтинге регионов России по степени интенсивности, конкуренции и состоянию конкурентной среды за прошлый год. Рейтинг составила Федеральная антимонопольная служба по поручению президента. Согласно рейтингу, наиболее интенсивная, но при этом добросовестная конкуренция в Новосибирской области. На втором месте оказалась Москва. В аутсайдерах – Астраханская, Тамбовская области и Республика Тыва. Как указано в докладе Федеральной антимонопольной службы, рейтинг составлялся на основе четырех критериев – количество предприятий, количество жалоб в фаз на нарушения, состояние товарных рынков и опрос бизнесменов о состоянии конкуренции. Министерство труда и занятости населения региона предлагает пройти бесплатное профессиональное обучение женщинам, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. В случае, если женщина по окончании обучения захочет поменять место работы, специалисты службы занятости помогут подобрать подходящую вакансию. Есть возможность применения дистанционных форм обучения. Обучение женщин проводится бесплатно. В Рязанской области создадут рабочую группу по разработке знака «Рязанское качество» для пищевых продуктов. Производители, получившие знак, смогут маркировать им произведенные товары. Об этом сообщил официальный сайт Министерства сельского хозяйства. Уже сейчас в нашем регионе работает система добровольной сертификации услуг «Рязанское качество», которая распространяется на общественное питание, торговлю и другие услуги. А теперь к новостям города. Второй корпус рязанских торговых рядов по улице Краснорядской будет продан в частные руки. Передача объекта бизнесу, уверенной региональной власти, поможет решить проблему сохранения объекта культурного наследия, которым являются ряды, а также пополнить казну. К участникам конкурса, который региональной власти намерены объявить в ближайшее время, будут предъявляться серьезные требования. Одним из условий приватизации здания станет реставрация объекта под контролем Министерства культуры и туризма, а также размещение объектов туристической инфраструктуры. В Рязани снизилась стоимость посещения общественных бань, но при этом изменилось и время, за которое надо успеть вымыться. Вместо двух часов оно теперь составляет только один час. Так, например, в Солочи можно попариться всего за 80 рублей. Самая же дорогая баня города берет за свои услуги 140 рублей в будние дни и 180 в выходные. На этом у меня все. Счастливых вам выходных. До свидания. Вы смотрите программу «Время говорить». Вот что вы увидите во второй части выпуска. Книга «Друг без нее, как без рук». Российские библиотекари отметили на неделе свой профессиональный праздник. По итогам Национального съезда медицинских работников премию Национальной медицинской палаты получил рязанский профессор Сергей Якушин. В это воскресенье служба по делам несовершеннолетних отметит 80 лет со дня создания. Несмотря на то, что эта служба не из легких, в ней в основном работают женщины. Так сложилось, что понять и решить проблемы подростков и их семей дано только женщинам. О буднях рязанских инспекторов по работе с несовершеннолетними расскажет следующий сюжет. 31 мая служба по делам несовершеннолетних МВД России отметит 80 лет со дня создания. Инспекторы ИДН регулярно проводят рейды по семьям, стоящим на учете. На днях начальник инспекции вместе с коллегой проверили, как обстоят дела у детей, провели с родителями профилактические беседы о недопущении злоупотребления алкоголем и необходимости устроиться на постоянную работу. Вот, к примеру, Ольга, мать троих несовершеннолетних детей. Раньше женщина не брезговала выпить. Детей она совсем запустила. Инспекторы ИДН пригрозили, что если ситуация не изменится и она не возьмется за ум, то сотрудники полиции подготовят необходимые материалы. И органы опеки изымут детей из семьи. Ольга изменила образ жизни и нашла постоянную работу. Теперь эту семью называют выходящей на путь исправления. Инспекторы по делам несовершеннолетних взаимодействуют тесно с комиссиями по делам несовершеннолетних и с образовательными учреждениями, где поступает информация о неблагополучии в семье. Сразу же эта информация нами проверяется. Если в случае выявления факта не надлежащего исполняющих обязанностей, составляется административный протокол в отношении родителей и данная семья ставится на профилактический учет. А вот Светлана, мать двоих детей. Старшая дочь учится в первом классе. Ранее Светлана так же, как и в предыдущем примере, выпивала. До сих пор не работает. Дом находится в запустении. А ведь там живут малолетние дети. Семья у нас состоит на учете и не справляется с воспитанием своих детей. Никакого положительного результата не дает. Например, если ребенок неоднократно изымался из семьи малолетней, то мы собираем характеризующий материал на лишение родительских прав. И уже либо комиссия выходит в суд на лишение, либо прокуратура данного родителя лишает родительских прав. Инспекторы ИДН здесь частые гости. И пока еще надеются, что Светлана возьмется за ум. Хотя желания и старания в этом направлении пока не проявляются. В противном случае детей на воспитание возьмет государство. На прошлых выходных состоялся очередной съезд Национальной медицинской палаты 2015. Это крупнейшее в стране общественное объединение медработников. Перед началом работы съезда прошла торжественная церемония награждения лауреата в премии за многолетний труд и за вклад в отечественную систему здравоохранения. Примечательно, что такую награду получил заведующий кафедрой госпитальной терапии Рязанского медуниверситета Сергей Степанович Якушин. Сложно представить выпускника или студента Рязанского государственного медицинского университета, который бы не знал заслуженного врача Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Сергея Степановича Якушина. В 1976 году он и сам с отличием окончил Рязанский медицинский институт. И с 1979 года его работа тесно связана с этим учебным заведением. А в 1993 году Сергей Якушин возглавил кафедру госпитальной терапии, которой и руководит по сей день. В этом году Сергей Степанович удостоился премии Национальной медицинской палаты в номинации «Мой наставник» за неоценимый вклад в развитие российской медицины. Три года существует Национальная медицинская палата. Это общественная организация, главной функцией которой является поддержка авторитета российской медицины, российских врачей. Вот эта медицинская палата, которую возглавляет очень известный доктор Рошаль Леонид Михайлович, второй год проводит оценку лучших врачей в разных номинациях. Так получилось, что месяца полтора назад мои аспиранты, ординаторы подошли ко мне и сказали, Сергей Степанович, вот такая премия, мы хотим вас выдвинуть. Они все это подали, номинации все оформили, сделали видеофильм полностью сами. Буквально за три дня до открытия съезда Национальной медицинской палаты Сергея Якушина пригласили на встречу с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой. Разные вопросы обсуждали, но это была встреча, которая была посвящена в основном оценке победителей, благодарности, которые мы выслушали со стороны Вероники Игоревны Скворцовой. Самое приятное, что министр озвучил решение Министерства здравоохранения всех победителей наградить орденом за особые заслуги в развитии российского здравоохранения. Вот уже 36 лет Сергей Якушин, занимается педагогикой, наставничеством, учит студентов, интернов, аспирантов, ординаторов, молодых врачей. И ему особенно приятна эта награда. Эта награда обязывает меня к тому, чтобы я продолжал работать так же, как я тебе работал предыдущие 36 лет. И воспитывал таких же хороших врачей и ученых. У меня была большая группа поддержки из Рязанского региона. Это были сотрудники нашей кафедры, сотрудники нашего университета. Это были главные врачи. И рекомендации нашего регионального отделения, я думаю, сыграло очень большое значение в том, что мне была присвоена эта премия. Я понял одно, что я буду призывать наших докторов к тому, чтобы количество членов Национальной медицинской палаты в Рязанском регионе увеличилось, значительно увеличилось. Это в интересах всех нас, и рязанских врачей в том числе. Нам остается лишь поздравить Сергея Степановича и поблагодарить за его труд. В Рязанском госуниверситете на неделе собрались ученые-филологи и профессоры русской словесности, чтобы почтить память известного рязанского поэта Якова Петровича Полонского. Сегодня в Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина завершилась международная научно-практическая конференция, приуроченная к 195-летию Якова Петровича Полонского. В течение трех дней конференции с докладами выступали представители научного сообщества из разных стран. Участниками конференции являются ученые не только из Рязани, не только из России, но и из других стран. Украины, из Венгрии, из Хорватии. То есть это действительно международный форум, который посвящен творчеству нашего земляка. Из названия конференции Яков Петрович Полонский «Личность, творчество, эпоха» понятны основные вопросы, которые организаторы поставили на повестку дня. Личность, творчество, эпоха. То есть творчество Полонского мы рассматриваем в контексте эпохи культурной, духовной, литературной, конечно, эпохи. То есть вот именно как представитель своей эпохи он нам интересен. Ну а взгляд на него, конечно, из уже 21 века. Это взгляд современного человека. В Рязани память о поэте-земляке увековечена в названии одной из центральных улиц. Захоронение поэта находится на территории Рязанского Кремля. А в самом музее-заповеднике есть экспозиция, посвященная знаменитому земляку. Правда, пока она находится в запасниках, но администрация музея обещает, в новом здании Полонскому выделят место в зале. На этой неделе библиотекаря отметили свой профессиональный праздник «Всероссийский день библиотек». В советское время библиотеки пользовались большой популярностью, поскольку только там можно было найти новые здания, необходимую информацию для студентов и школьников, да и просто книги для чтения. Однако сейчас, в эпоху интернета, печатные издания все больше отходят на второй план, уступая место электронным аналогам. Но и в современных условиях рязанские библиотеки пытаются привлекать читателей. Каждый год 27 мая отмечается Всероссийский день библиотек, который по праву считается профессиональным праздником всех людей, чья жизнь так или иначе связана с библиотекой. Рязанских библиотекарей чествовали сегодня в библиотеке имени Горького. До недавнего времени позиции библиотеки как общественного института казались незыблемыми и неуязвимыми. Это было единственное учреждение, профессионально занимающееся сбором, систематизацией, хранением и доведением до потребителей информации. Эта исторически сложившаяся монополия гарантировала библиотеке прочное место в традиционной системе информационных коммуникаций. Ни в каком другом месте потенциальный читатель не мог получить доступа к профессионально обработанным и тщательно сохраняемым информационным массивам. Конечно, сейчас в эру цифровых технологий посещаемость библиотек упала. Если быть честными, значительное число наших современников вообще не читает. А те, кто читает, зачастую предпочитают электронную книгу бумажной и пиратский контент легальному. Но все же многие все так же не могут представить свою жизнь без книг. Посещать библиотеки, конечно, стали меньше. Но это не значит, что печатная книга отомрет. Была одна очень хорошая статья в одном из наших профессиональных журналов. Мы еще простудимся на похоронах печатной электронной книги. Мы с этим не то чтобы согласны. У нас в России затевается и набирает силы проект по созданию национальной электронной библиотеки. Безусловно, это будущее. Но читать, я думаю, меньше не стали. И по нашим ощущениям читать будут. В электронном ли виде, в печатном ли виде, как-то еще. Но читать люди будут. Конечно, читать нужно хотя бы для того, чтобы развиваться как личность и расширять свой кругозор. А чтение художественной литературы, например, это всегда новые путешествия, которые можно совершить, даже не вставая с дивана. И мало просто научиться читать, нужно еще научиться получать от этого удовольствие. На данный момент в нашей стране действует, хотя, может быть, пока и не в полную меру, национальная программа поддержки и развития чтения. Я думаю, что результаты деятельности библиотечного сообщества, результаты деятельности этой программы мы когда-нибудь увидим. Пусть не завтра, пусть не в самом скором будущем, но мы обязательно увидим, потому что интерес к чтению не угасает. Ну а что касается библиотек, то туда стоит ходить хотя бы за тем, чтобы окунуться в чудесную атмосферу тишины, спокойствия, а порой даже волшебства. А ощущения, которые дарит бумажная книга, прекрасные. Возможность перелистывать ее страницы, слышать их шорох, находить пометки во взятой в библиотеке. Ну и, конечно, эти книги просто приятно держать в руках. И они пахнут не только бумагой, но еще и историей. И это были все события, о которых мы хотели вам рассказать. Желаем вам приятных выходных. Если погода позволит, то можно будет открыть и купальный сезон. Ну, конечно же, ждем вас в эфире программы «Время говорить» на следующей неделе. До свидания. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Музыка «Время говорю» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин